Из бакалавра в магистра без экзаменов. Подводим итоги универсиады. Если бы номер аудитории просто был написан по Абраэлю, история этой студентки заставит вас задуматься о простых вещах. Не рэперы, а литераторы. Поэтический баттл на журфаке. Добрый день, в эфире Махавая 9. С вами Татьяна Якимова и Максим Титов. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот студент, который не хочет поступить в магистратуру без экзаменов. Такую возможность дает победа в универсиаде. На этой неделе на журфаке прошел заключительный этап. Студенты защищали свои медиапроекты. Заявки на участие подали 150 студентов. В финал прошли 40 человек. Я анализировал, насколько удачно перенесена литературная правда в экранизацию. То есть сравнивал достоинства и недостатки литературного источника и, соответственно, экранизации, интерпретации режиссера. Мне это понравилось. Я решил это немножко усложнить и сделать, как разработать из этого цикл телепрограмм. Назвал ее очень логичный и совершенно оригинальный экранизатор. Собираются люди, они обсуждают, насколько это удачно, насколько неудачно. Желательно активная аудитория. Для этого нужны будут люди, которые прочитают и посмотрят, и еще и пройдут маленький тестик, чтобы быть уверенными, что они все знают. Участие приняли не только студенты журфака МГУ. Политологи, социологи, студенты высшей школы экономики и севастопольского филиала МГУ. Жюри уже выбрало победителей. Итоги на сайте факультета. Пока одни защищают свои проекты перед членами жюри, другие представляют их на суд публике. Продолжаем серию рассказов о медиапроектах наших четверокурсников. Рассказать о простых линиях в архитектуре понятным языком. Именно с этой целью был создан телеграм-канал SimpleLines. Ребята наглядно объясняют, чем минимализм отличается от готики и почему брутализм – это поэтично и красиво. Мы пишем только не то, что написано в учебниках или на других сайтах. Мы делаем более эмоциональный контент и рассказываем об архитектуре через призму того, как мы сами ее видим. То есть о том, где мы уже были, куда мы еще хотим съездить и где побывать. Пишем о разных направлениях, которые нам нравятся. Пытаемся сами создать фото, видео, контент. Ну, все, что связано с архитектурой. Сейчас проект развивается в активном темпе, и команда уже начинает задумываться о его будущем. Сложный вопрос, не знаю, как пойдет. Сначала мы хотим достигнуть потолка подписчиков в Телеграме, а потом, возможно, это перерастет уже в какой-то более широкий проект. Я даже думала в какой-то момент о том, чтобы сделать сайт, но это очень сложно реализовывать. Пока будем только Телеграмом заниматься. Возможно, новые рубрики какие-нибудь придумаем, не знаю. В следующих выпусках мы продолжим знакомить вас с проектами четвертого курса. Вы наверняка замечали, что на нашем факультете учится слабовидящая девушка. Она ходит с тростью, печатает лекции на дисплее Брайля. Ее зовут Ира Андреева, она студентка второго курса, и у нее есть мечта построить мир, где нет ограничений. Существует много сингонимов слова «слепой». То есть, когда вы говорите про человека, который плохо видит или не видит, не говорите «слепой», скажите «незрячий» или «слабовидящий», или «человек, который не видит». По факультету я передвигаюсь сама. Я немножко вижу, так что я хожу с тростью. Многие называют это палочка или палка. На самом деле это очень сложное приспособление. Оно очень сложно устроено. Оно сделано из специального материала. Рукоятка сделана для того, чтобы рука не мерзла в холод. А на конце есть специальный наконечник, который крутится. Это клавиатура, то есть я могу набирать текст, который появляется на дисплее. И еще это дисплей, то есть все, что на экране. Я могу читать это шрифтом Брайля. Я скачиваю электронные книги и слушаю их на голосовом синтезаторе. Я уже запоминаю те аудитории, где у нас постоянно проходят занятия, но иногда бывает что-то переносят. И в таких случаях приходится спрашивать, какая это аудитория. Но это не всегда удобно. Если бы номер аудитории просто был написан по Брайлю, мне бы не пришлось это делать. Когда у нас проходят лекции в больших аудиториях, мне бывает сложно найти место. Мне бы очень помогло, если бы у меня было какое-то конкретное место, которое было бы закреплено за мной. Например, в 233 аудитории там есть парты, которые стоят сбоку у стены. Они на двух человек. И очень часто ребята занимают места друг к другу. И так получается, подходишь, спрашиваешь, свободно ли здесь. И говорят, занято. Идешь дальше, говорят, здесь тоже занято. И так доходишь до самого конца. То есть как-то вот это неудобно, конечно, неловко. Хотелось бы попросить ребят, которые нас смотрят, пожалуйста, затвигайте стулья в столовой, потому что очень тяжело их обходить, и можно не заметить, и споткнуться очень сильно удариться. Вообще все правила, они спадятся к тому, что просто относитесь к нам, как к любым другим людям. Вот и все. То есть с таким же уважением, как ко всем остальным. Вот. Если вы не уверены, нужна ли нам помощь или нет, подойдите, спросите. Я никогда не обижаюсь, если мне предлагают помощь. С Ирой можно говорить не только о проблемах незрячих. Она занимается плаванием, увлекается литературой и искусством. Далее в программе. Рифмы и панчи на Маховой прошел поэтический вечер и литературный батл. И снова концерт. В главном здании МГУ выступил музыкальный театр «Геликон Опер». Поэт на журфаке больше, чем поэт. На этой неделе на факультете прошел вечер поэзии. Студенты разных факультетов прочитали собственные стихотворения и сочинения великих классиков. Но встреча не была исключительно литературной. В вечер открыли музыкальные композиции поэта 21 века «Басты». Когда меня не станет, я буду петь голосами Моих детей и голосами детей Каждый участник творчески подошел к делу. Кто-то читал произведения под гитару, кто-то используя свои актерские навыки. Но особый резонанс вызвал у публики комплементарный батл. В нем сразились студент второго курса Никита Воинов и студент первого курса Андрей Туркевич. Что ты со мной батлить будешь, что ты терзнул на сцене быть. Комплементарность разводишь. По сути, можно победить. Баттлом это сложно назвать, в конце концов. Мы же не в «Версусе», и у меня обезьянки, которые готовы плясать перед публикой. Это скорее... Мне нравится название «Литературный диспут». Это да, это ближе, наверное, к правде. Готовился, да, но пришлось написать пару текстов. Буквально это было вчера. Другая подготовка была у оппонента Никиты. Я посмотрел все лучшие выпуски «Версус Баттл», лучшие выпуски «Слово СПБ». Я готовился где-то примерно неделю, писал текст, переписывал, продумывал образ, продумывал какие-то детали. Организатор вечера поэзии «Студсовет» обещает сделать это традицией. А теперь коротко о главных новостях недели. На журфаке открыли клуб документального кино. На первой встрече показали и обсудили дипломные работы студентов телекафедры. В нормальном режиме клуб заработает сентября. И каждый месяц будет приглашать именитых практиков-документалистов. Идея как-то не то чтобы вернуть, но начать на факультете такую серьезную документальную жизнь. Не только в рамках учебных занятий наших классов, но и вывести ее на более широкую арену. Кстати, если вы не студент МГУ, вы тоже можете посещать этот факультатив. Главное — успеть записаться. В феврале «Махавай-9» рассказывала об архиве Нинели Ивановны Ванниковой, которая на завещала журфаку. Книжный стеллажи с наследием преподавателя уже можно увидеть на балюстраде третьего этажа. Уникальные сборники зарубежной литературы в оригинале, заметки из статьи Нинели Ивановны теперь доступны для изучения. Большая часть архива находится в медиатеке факультета и на кафедре зарубежной журналистики и литературы. «Где берут трафик современные СМИ и как они удерживают внимание читателей?» — рассказала руководитель отдела статистики «Известия» Ирина Елисеева. Лектор объяснила, кто обсчитывает статистику новостных сайтов СМИ и как работают с полученными показателями. А еще студенты узнали, как попасть в первую пятерку Яндекса и получить более миллиона заходов на свой сайт. Думаете, куда пойти на практику или стажировку? Возможно, ответы найдутся на дне карьеры 24 апреля. Весь день представители крупнейших медиакомпаний будут работать со студентами нашего факультета на лекциях и мастер-классах. Расскажут о том, как успешно проходить стажировки, как вырасти из практикантов главного редактора и как вести утренние передачи на радио. Среди приглашенных СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. Регистрируйтесь на сайте или в день мероприятия с 10.30 до 12.00. Спасибо, что остаетесь с нами. СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТРК, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТР, Коммерсан, Мэйл, Группу, Раша Тудей. СМИ — ТАСС, ВГТР, Коммерсан, Мэйл, Группу. СМИ — ТАСС, ВГТР, Коммерсан, Мэйл, Группу. СМИ — ТАСС, ВГТР.